Вода, кругом вода, точнее лёд. Первый крупный порыв этой зимы пришёлся на первые сильные морозы. Для жителей домов по улицам Попова и Панфиловцев, что оставили сегодня автомобили у подъездов, утро началось с неприятных моментов. Такая ситуация первый раз в морозы, что неприятно, конечно, но что делать. Я надеюсь, что машина ещё не замёрзла, и поэтому получится уехать. А как её теперь? Отдалбливать? Ну, я не знаю, тут я смотрю, вроде ещё не сильно, я примерзла, замёрзла, поэтому я думаю, наверное, уедем. Ну, если что, лом дадут. Ледовый след протянулся на несколько дворов вдоль Попова. Очевидцы говорят, порыв произошёл ещё затемно, и вода хлестала довольно сильно. Ужас, что было, ужас, ужас. Я напугалась прям. Ну, и сейчас холодные нету. Подачу воды ограничили в четырёх многоэтажках, школе и двух детсадах. По словам заведующей дошкольного учреждения, на территории, которую произошёл порыв, родители попросили забрать детей домой. В Барнаульском водоканале пояснили, прорвало трубу диаметром 300 миллиметров. Поломку устраняют две бригады и две единицы специализированной техники. Причиной основной является промерзание грунта и, соответственно, идут подвижки грунта, которые приводят к деформации трубопроводов. Учитывая, что тут трубопровод чугунный, повреждения значительной части из-за этого фактора происходят. Полностью завершить работу и вернуть водоснабжение коммунальщики обещают сегодня до восьми вечера. Между тем, синоптики предупреждают. В ближайшие дни температура воздуха в Барнауле может опуститься ниже минус 20. Так что, возможно, новые порывы не заставят себя долго ждать. Илья Кчетков, Николай Шелко. День с толком.